Сегодня у нас в Красноярске большой футбольный день. Самые разные болельщики от первых лиц края и футбольного сообщества, да еще не смышленых, но уже преданных родному клубу детей. Увидеть, возможно, историческую игру пришли 3000 человек. Прием им оказали особый. Вплоть до стартового свистка у входа сидел главный форвард команды Марко Абрадович. Из-за травмы он не мог помочь коллегам по цеху, но признался, что и без него команда более чем готова. У нас одна команда, мы 30 и больше туров были на первом месте. Просто это футбол, и удачные моменты, и негудачные. Просто сегодня может забить, не знаю, может и Кутин, и Саркисов. И что называется, как в воду глядел. Сначала отличился тот самый Кутьин, следом Артур Саркисов и снова Александр Кутьин. Для Енисея все складывалось как нельзя лучше, а вот махачкалинцам пришлось непросто. Сначала пенальти, затем травма вратаря. Такое развитие событий немало порадовало переполненную трибуну. Финальный звездок прозвучал, трибуф дисканирует, говорить невозможно. Счет на табло 3-0. Такого нельзя было ждать ни команде, ни болельщикам. Именно с таким заделом поедут наши футболисты 20 мая в Махачкалу, где сыграют ответный матч. Но уже сейчас шутка про то, что красноярским властям придется искать деньги для выхода. Енисея в РФПЛ не выглядит такой смешной. Илья Филонов, Михаил Зинкевич, Новости ТВК.